Мы произвели выплаты всем 4240 работникам. Все военные врачи прошли дополнительную подготовку. Мы разработали план первоочередных мер по выходу экономики и социальной сферы. Для организаторов ярмарок необходимо возобновить работу. Надо обязательно строго соблюдать введенный повсеместно масочный режим. Я даже сама пошила много масок. Главной ценностью была и остается жизнь. Коронавирус продолжает наступление и оборона не обходится без тяжелой артиллерии. Военный медцентр для лечения инфекционных больных открылся в Ростове. Одно из 16 таких учреждений по стране. Владимир Путин провел по этому поводу видеоконференцию с главами субъектов. Честно говоря, я даже не верил первоначально, что это возможно, но тем не менее это произошло. По линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров. Причем по всей стране от Калининграда до Камчатки. И они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством. В Ростове медучреждения построили с ноля за 56 дней. Оно рассчитано на 160 мест, 20 из которых реанимационные. Штат-центр укомплектован в составе 37 врачей, 81 медицинская сестра, 68 санитаров. Все военные врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции ВМА имени Сергея Мировича Кирова. Новый медцентр – пример того, как нужно строить важные объекты, сроки, организация, качество работы. Глава региона доложил президенту о выполнении поручения по стимулирующим выплатам медикам, работающим с больными коронавирусом. Мы произвели выплаты всем 4 240 работникам наших медицинских учреждений. И вопрос взяли на контроль. Обязательно дополнительно проанализируем ситуацию по качеству выплат, то, о чем вы сказали сегодня. И, кроме этого, выплатили еще региональные надбавки, которые мы определили примерно для 4 с небольшим тысяч наших медиков. Эпидемическая ситуация в регионе напряженная, но контролируемая, что позволило решиться на ослабление ограничений. Первый этап начался с 15 мая. Подробно о них губернатор рассказал на своей странице в Инстаграм. Мы разработали план первоочередных мер по выходу экономики из социальной сферы и за ограничениями. Он предполагает возобновление с 15 мая работы постоянно действующих ярмарок продовольственных товаров. Оказание в полном объеме государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи. Записаться можно по телефону горячей линии конкретного МФЦ, на официальном интернет-портале и через мобильное приложение. У нас была сделка купли-продажи по недвижимости. И, к сожалению, сделать в удаленной форме просто невозможно. Поэтому сегодня здесь присутствуем. Купля-продажа квартиры, регистрация прав собственности и другие услуги Росреестра сегодня особенно популярны. Востребована и адресная социальная помощь. Помощь, которая оказывается в соответствии с постановлением правительства Ростовской области в случае, если гражданину необходима помощь и доходы менее прожиточного минимума. На данный момент нуждающими признаются те, у кого прожиточный минимум меньше полутора кратного размера. А вот заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет в МФЦ не принимают. Нужно воспользоваться порталом госуслуг. Оживление и на рынках. А то, что в масках вот эти неудобства терпеть. Да ничего страшного, уже привыкли. Переживем как-нибудь. Конечно, конечно. Здесь все свеженькое, вкусненькое. На неделю два раза. Ну лучше на ярмарке или в магазине? Вот овощи, фрукты. На ярмарке мне лучше нравится. Нам и ближе сюда, и мы уже привыкли. Здесь, конечно, дешевле и свежее. В Ростовской области 492 ярмарочные площадки. Пока из них могут работать 99 постоянно действующих, а это 7 тысяч торговых мест. С сегодняшнего дня пока заработали не все площадки, потому что все равно для организаторов ярмарок необходимо возобновить работу, наладить опять-таки диалог с теми продавцами, которые ранее осуществляли деятельность на этих торговых площадках. Поэтому определенный подготовительный этап еще будет реализован. Но часть площадок с сегодняшнего дня уже начали свое функционирование в полном объеме. Следующим этапом запланировано открытие сезонных придорожных ярмарок. Ярмарок праздничного и выходного дня. С 15 мая вышли на обычный режим центры занятости, а пациенты на диспансерном наблюдении снова будут получать плановую медпомощь. Василий Голубев особо подчеркивает, что это начало снятия ограничений, но никак не ослабление мер противодействия инфекции в целом. Чтобы не допустить роста заболеваемости, надо обязательно строго соблюдать введенный повсеместно масочный режим. Сохранять самоизоляцию для всех, кто пока не может возобновить работу. Особенно тщательно этому нужно следовать тем, кто старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Дончане с пониманием относятся к ситуации. Пошили, сами пошили. Потому что маски, которые продаются, цены оставляют желать лучшего. А везде в масках ходите? Да. В масках ходите. Ну, в магазины или куда-то идем, естественно, носим. На улице, как я понимаю, нет смысла их носить. Я даже сама пошила много масок. Так что надо осторожно сейчас, потому что время такое. Ограничения продолжат снимать. И на этой неделе начнут открываться непродовольственные магазины, кроме тех, которые находятся в торговых центрах, автосалоны, химчистки, парикмахерские и салоны красоты. Для последних разработан отдельный сборник с санитарными требованиями. В соответствии с новыми санитарно-педемиологическими нормами, которые мы будем соблюдать, мы приобрели все необходимое. Это рециркулятор воздуха, который может находиться в помещении с людьми и обеззараживать воздух. Бесконтактный термометр. А также антисептики, маски и перчатки. Сейчас владельцы салонов готовятся к приему посетителей. Проводят генеральную уборку с обеззараживанием всех поверхностей. Открывают запись клиентов и готовят новые приказы на сотрудников. Мастера должны будут отмечаться в журнале здоровья. А вот бани, солярии, фитнес и спа-центры пока еще будут закрыты. Зато на свежем воздухе можно заниматься физкультурой и спортом. Правда, в группе не больше двух человек и с соблюдением социальной дистанции. Главной ценностью была и остается жизнь и здоровье жителей области. И от того, насколько слаженно мы пройдем первый период снятия ограничений, будут зависеть наши дальнейшие шаги. Ну а чтобы мы вернулись быстрее к привычной жизни, нужно четко следовать всем рекомендациям. И помнить, вовремя надетая лицевая маска – это не ограничение, а путь к их снятию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова